небольшое дополнение к предыдущему уроку и так у нас есть наша программа да вот есть наша формочка заполненные поля если мы жмем submit то вот наша страница с подтверждением выходит и давайте смотрите что мы сделаем удалим отсюда значение запустим да тут как бы показывают что в этом поле есть ошибка удалим значение отсюда запустим в этом поле есть ошибка так удалим значение отсюда в этом поле есть ошибка и удалим значение вот из нашего поля жмем submit и тут уже нам высвечивается не сообщение об ошибке а вот эта страница с ошибкой показывается если мы пролистаем вниз то у нас вот такое вот сообщение будет string upper to case помните да мы вот это прописывали because car number и знал и если мы откроем и да и потом наберем alt 4 у нас вот тоже самое сообщение будет вот и если мы кликнем по этой ссылочке нам вот тут подсветится 19 строка то что у нас происходит когда мы вот сюда ничего не вводим то у нас тут нет никакого значения то есть нал этот нал попадает сюда и потом мы нал при то пытаемся привести to uppercase то есть к верхнему регистру естественно эта строка вызывает ошибку то есть наловые значения мы должны как бы предполагать что там пользователь возможно ничего не ведет на на форме до нажмет кнопку отправить и мы вот это наловое значение должны как-то обработать так что мы сделаем мы сделаем что в случае если вот тут значение нал то у нас это будет ошибка то что мы сделаем добавим обычное условие то есть пишем и в какое-то условие не какой-то результат то есть у нас и вот это can number равняется нал да то у нас это будет ракурен пол стоит мы вернем ошибку вот так вот изменили мы код добавили одно большое условие то есть если у нас вот это канал это условие выполняется выполняется эта строка а вот эти условия уже два ну все что идет дальше они не проверяются то есть мы вот тут уже получим ошибку так давайте теперь проверим так сейчас надо подождать пока приложение перезапустится окей жмем submit и видим да все теперь у нас ошибка и страница с ошибкой не появляется а высвечивается вот это вот наше сообщение об ошибке так на этом все на этом мы тему валидации закроем и перейдем следующем видео уже к следующей теме всем пока